Вот это по-нашему, какие животные общаются как люди. Вот это по-нашему, какие животные общаются как люди. 8 часов 22 февраля 2020 года, обновлено. 8-9.22 февраля 2020 года. Депозит фиртуз, Владвитек. Депозит фиртуз, Владвитек. Москва, 22 фифрия новости, Альфия Юникеева. Французские и итальянские ученые выяснили, что звуковые сигналы, которыми обмениваются африканские, очковые, пингвины, подчиняются тем же законам, что и человеческая речь. Ранее британские исследователи пришли к похожему выводу относительно жестикуляции шимпанзи. По данным российских биологов, структура сигналов, издаваемых афалинами, напоминает словообразование. Значит ли это, что некоторые виды животных способны разговаривать друг с другом, а не просто обмениваться простейшими сигналами? Корреспондент Рия Новости попыталась разобраться в этом. Язык жестов. В 2014 году британские приматологи, наблюдавшие за дикими шимпанзи в Уганде, выделили у них 66 жестов. Так животные передавали друг другу информационные сигналы, например, «Отойди», «Хватит» или «Следуй за мной». Причем речь шла именно о целенаправленном общении. Прежде чем что-либо сказать сородичу, обезьяны старались привлечь его внимание. Пять лет спустя ученые Райхэмптонского университета, Великобритания, описали около двух тысяч жестов шимпанзи и пришли к выводу, что эта система коммуникации подчиняется таким же лингвистическим правилам, как и человеческая речь. В естественных языках более короткие слова употребляются чаще, за концепт «фа». Предпочтительность того или иного жеста для обезьяны зависела от его длительности. Иллюстрация РИА новости. Источник Хобейтер и Берн, Current Biology, 2014. Четыре типа жестов, чаще всего используемых в шимпанзи. Во время своей работы британские исследователи подробно описали более двух тысяч жестов. Птичьи трели В феврале 2020 года сообщили, что лингвистическим законам цепфа и менцирата подчиняется и вокальная коммуникация очковых пингвинов, обитающих на побережье Иоар-Намибии. Международная группа ученых записала 590 песен 28 взрослых особей из нескольких зоопарков Италии. Затем разделили полученные образцы на короткие звуки, типа А, длинные, тип В, и промежуточные, тип С. При произнесении последних менялась частота, так как птицам приходилось набирать побольше воздуха. 10 декабря 2019 года, 03.00 Рея Наука. Ученые выяснили, что пингвины заняли место динозавров. Больше всего использовались слоги типа А, что соответствуют закону цепфа. На втором месте тип С. Причем чем длиннее была песня пингвина, тем больше в ней содержалось самых коротких слогов. Реже всего звучал тип в полном соответствии с правилами менцирата. Однако все это вовсе не означает, что общение животных подобно человеческому, отметил в разговоре с Рея Новости научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих института океанологии имени П.П. Шершоваран Александр Агафонов. AFP 2020 Коммуникация очковых пингвинов подчиняется тем же лингвистическим законам, что и человеческая речь. AFP 2020 Лоик Вененс Вокальная коммуникация очковых пингвинов подчиняется тем же лингвистическим законам, что и человеческая речь. Закон цепфа и менее известный Менцирата Альтмана говорят, что чем чаще употребляется сигнал, тем он короче, и чем сложнее последовательность сигналов, тем короче составляющие ее элементы. Это, по-видимому, справедливо для всех акустических коммуникативных систем, происходит некоторая экономия энергии. Однако, что касается пингвинов, то самих типов сигналов у них совсем немного, как это свойственно и другим птицам. Поэтому делать далеко идущие выводы о том, что пингвины разговаривают друг с другом подобно людям, точно не стоит. Если уж проводить аналогии языка животных с человеческой речью, то больше всего на нее похожа коммуникативная система дельфинов Афалин. В их репертуаре имеются сложные модулированные сигналы, представляющие собой последовательности импульсов, подчеркнул ученый. Не просто звуки. По словам Александра Агафонова, у Афалин выделяют несколько типов сигналов. Первый – это своеобразные высокочастотные свисты, по которым эти морские животные определяют друг друга, а также местоположение членов сообщества. Каждый такой сигнал индивидуален. Это своеобразный автограф дельфина. Плавая, Афалина периодически его высвистывает, а сородичи отвечают собственными позывными. 17 декабря 2018 года, 08.00 РИА НАУКА Ученая рассказала о таинственном поведении морских животных. Свисты очень важны для жизнедеятельности, но какую-то иную информацию, кроме местоположения отдельного животного, с их помощью передать невозможно. В случаях, когда надо скоординировать действия, скажем, при совместной охоте на рыб, Афалин использует сигналы другого вида импульсно-тональные. Это серии широкополосных импульсов, которые идут с большой частотой. Эти сигналы модулируются за счет изменения интервалов между импульсами. По нашему мнению, они не сводятся к какому-то конечному числу типов, как это обычно у животных бывает, а представляют собой некую иерархическую систему. Она состоит из нескольких уровней комбинации элементов разной сложности, и в этом смысле они напоминают речь человека. В ней ведь тоже есть иерархия элементов, фонима морфима слова и так далее, объяснил исследователь. До 60% репертуара Афалин приходится на этот тип сигналов. Ученые предполагают, что в них действительно может быть какая-то достаточно развитая коммуникативная система. Однако считать это доказанным нельзя, требуются сложные и длительные исследования. 21 июля 2018 года, 08.00 Рия Наука Звук можно подержать в руках, как ученые расшифровывают язык дельфинов.